Теория предлагает 11-мерное пространство. Я помню, что вы говорили о том, что было определенное количество циклов. 74. Из 21 творения, 10 почти не физические, и оставшиеся 11 физические в какой-то степени. Если заглянуть в эту частицу творения, то в ней отпечаталось все мироздание. Глядя на следы, я понимаю, куда они ведут. И потом я сказал о том, что даже физика утверждает, что существуют измерения высшего порядка. Потому что у Ньютона пространство было трехмерным. Эйнштейн заявил о четырехмерном пространстве, где сливаются пространство и время. Что, конечно, согласуется с тем, что вы говорили ранее, о том, что пространство и время, по сути, одно и то же. Потом я рассказал, как ввели пятое измерение, чтобы объяснить электромагнетизм. А затем ввели еще шесть измерений для теории суперструн, чтобы описать все физические взаимодействия. В итоге получился десятимерный мир. В завершение я рассказал, что с теорией М появилась идея еще об одном измерении, и получилось одиннадцатимерное пространство. И Садгуру дал замечательный комментарий, о чем я слышу впервые, что одиннадцать измерений – это именно то, что упоминается в некоторых традициях. Возможно, мы вернемся к этому. Мы начали с разговора о циклах Вселенной. И было то, что меня очень заинтриговало. В одном из ваших фильмов, или, возможно, интервью, я услышал, как вы говорили о том, что было определенное количество циклов. 84. Да, 84. Но меня интересует, откуда взялось число 84, и почему именно 84? Мы постоянно слышим о теории большого взрыва. Я беседовал с одним ученым, который написал книгу о бесконечной Вселенной. Книга так и называется. Пол Стайнхарт. Да. Затем я задал ему простой вопрос. Могло ли быть так, что больших взрывов было много? Сначала он задумался, а потом ответил – возможно. Я сказал, представьте, что вы сняли выпускной коллектор автомобиля. Тогда вы услышите, как цилиндры двигателя производят выхлопы. Бах-бах-бах-бах. Подняв обороты, вы услышите рев мотора. Я спросил, если была серия взрывов, могло ли это быть ревом? Он сказал, почему нет? Возможно. Мы всегда говорили, что это рев. Поэтому первую форму мы назвали рудрой. Рудра означает тот, кто ревет. Он производил рев. Так мы развили множество форм для описания этого процесса. Был Кала, был Махакала, был Рудра. Это первая форма, а затем еще множество форм. Есть разные аспекты их появления. Из 84 творений многие исчезли. Их едва заметный, смутный след остался. Но они растворились, хотя след все еще здесь. Из этих творений 21 оставило более заметный отпечаток. 10 из них почти не имеют физического воплощения. Их можно считать нефизическими. Оставшиеся 11 физические в какой-то степени. Но последние 4 являются вполне физическими. Для нас число 21 – это важный процесс. Все, что мы делаем, мы делаем за 21 минуту, 21 способом. Так как в нас все еще остается след 21 творения. Если вы хотите полностью выйти за пределы своего физического, вам нужно возвыситься над 21 творением. Но вам не нужно беспокоиться об этом. Если вы возвыситесь над физической природой, не только в плане тела, но и информации. Вся информация, которую вы несете, физическая, она делает вас вами. Живы вы или мертвы, она все равно делает вас вами. Это то, что мы хотим превзойти. Отпечаток творения несет все это. И из 84 творений 21 все еще проявляется на разных уровнях. Из-за недостатка слов, я бы сказал, истекания. Другие, помимо этих 21, исчезли полностью. Но их след остался. Они не оказывают на нас никакого влияния или воздействия. Их качества не отпечатались в нас. Но 21 творение оставило в нас отпечаток. Сколько всего будет творений? Всего 112. 112. 112 раз. Сколько будет жить каждая из них? Были рассчитаны все эти йоджины. Я не знаком с расчетами. Творение произойдет 112 раз. После чего оно проявится как нефизическое и станет вечной вселенной. Нефизическая вселенная проявится без физической субстанции, но будет существовать. Возможно, даже индивидуальное воплощение. Этого мы не знаем. Может случиться подобное или произойдет одно масштабное событие, но это будет настоящее проявление вселенной без физического. Это будет последним актом творения. Все, что я хочу сказать. Что если я покажу вам следы того, как это эволюционировало, а вы подведете математическую основу, я думаю, это будет иметь смысл для многих людей, и вы заглянете дальше не с помощью глаз, а математически вы заглянете гораздо дальше, чем сейчас. Это невероятно, потому что это не одна из стандартных современных космологических теорий. То есть вы поняли, что существуют циклы, которые на каком-то этапе эволюционируют за пределы простого физического. Прелесть в том, что все это было ясно определено. Это все потому, что индийская космология выстроена и персонифицирована определенным образом. Большинству людей индийского происхождения известен образ, свернувшийся в клубок змеи, на который возлежит божество. Эту змею называют шеша. Когда мы изучаем математику на индийских языках, шеша означает, как это у вас? Осадок, остаток – это шеша. Даже в повседневности мы используем это слово. Шеша означает то, что осталось. Так вот, это змея, это шеша, с которой снова начинается творение. Это шеша или остатки, которые сохранились с последних двадцати одной Вселенной. Следы остатков тем слабее, чем они дальше от нас, и тем отчетливее, чем они ближе к нам. Но последние четыре являются значимыми. Значит, осознанность была лишь в некоторых из них? Нет, нет, нет. Все это осознанные, полноценные Вселенные. Но их время вышло. То, что было кало, стало маха кало, но оставило след. Отдельные следы очень отчетливы. Мы можем видеть их подлинную природу. Некоторые следы настолько слабы, что их едва ли можно разглядеть. И это развитие после 112 циклов до нефизического состояния соответствует ли это своего рода эволюции осознанности? В некотором смысле осознанность, свободная от физической формы, может проявить себя. Это не современные выводы. Об этом было сказано тысячелетия назад. Как же они узнали об этом? Простая истина состоит в том, что если заглянуть в эту частицу творения, то в ней отпечаталось все мироздание. Предположим, я прошел через сад. Рассматривая отпечатки моих стоп, вы сможете узнать мой вес, мой рост, мою скорость и даже то, насколько я умен. К тому, как вы перемещаетесь в пространстве, можно сделать вывод о том, насколько вы умны. Так что во многих отношениях различные аспекты этого творения вы никогда не сможете увидеть физически или даже мысленно, потому что мы воспринимаем ум как физическое проявление. Ум – это более тонкое отражение тела. Эти вещи нельзя увидеть, но их следы можно разглядеть. Следы могут рассказать вам почти обо всем. Единственное, что вы не сможете понять, это мою природу. Но если я пройду по труднопроходимой местности, вы сможете легко понять, насколько я умен. Вы сможете понять ход моих мыслей. Так идут по звериным следам. Я и сам так делал. Глядя на следы, я понимаю, куда они ведут. Животное голодно, не голодно, охотится или просто гуляет. Я смог выжить в джунглях, потому что я вижу все это очень ясно. Глядя на отпечаток творения, если у вас много этих чисел, которых у меня в голове нет, единственное число, которое у меня есть, вот это. Иногда может быть это. Других чисел у меня нет. Поэтому я не переживаю по этому поводу. Но если у вас есть все эти числа, если я покажу вам отпечаток, сможете ли вы построить к нему математическую лестницу? Если вы ее построите, то мы сможем сказать, что ученые видят то, чего не видят их глаза или телескопы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok